Минувшая неделя для участников республиканского инновационного конкурса началась с их прибытия в Астану. Ну вы готовы к участию в самой масштабной гонке среди инноваторов? Абсолютно. Я готов посарать и все силы приложить. Если вы выиграете 7,5 миллионов тенге, на что вы их потратите? Для реализации проекта. Здесь все соперники и все сильные. В целом отборочный тур из 298 участников прошли 25 человек. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире агентство Хабар – один из самых прогрессивных реалити-проектов страны «Инновационный форсаж». Я также приветствую наших участников – группу талантливых изобретателей, новаторов и генераторов креативных идей. Исключительность их идей подтвердила отборочный тур. Из нескольких сотен участников к полуфиналу в телевизионном полигоне допускаются лишь 25 человек. Давайте разберемся с правилами конкурса. Поделим 25 участников на 5 групп. Задача каждого из них – получить уроки у профессиональных бизнес-тренеров и консультантов, как минимум обратить на себя внимание бизнес-ангела и таким образом попасть в число 10 счастливчиков, которые пройдут в полуфинал, где их успехи и провал оценивать будет чрезвычайно строгая, но справедливая экспертная комиссия. Ну а победитель получит приз – 7,5 миллионов тенге. Организатором конкурса выступили Национальное агентство по технологическому развитию при поддержке Министерства индустрии и новых технологий и Народно-демократическая партия Нур-Отан. Официальный спонсор проекта – САД Кэмпани, спонсор телепрограммы – Сбербанк России. Марат, все относительно просто. Необходимо выбрать правильную позицию. И с высокой концентрацией и максимальной силой ударить по мячу. Тимур Баиров – управляющий директор по корпоративному развитию акционерного общества Национальная геолого-разведочная компания «Казгеология». Работал в Японии, проходил обучение в Сингапуре, Японии, Южной Корее. Является действующим бизнес-тренером КИМЭП, МАП Корпоративного университета «Самрук Казына». Зачастую молодой инноватор просто желает работать в интересном ему направлении, но не видит перед собой конкретную цель и конкретную задачу. Важно увидеть ее и нанести правильный удар. Тимур, я вижу перед собой цель. Марат Сулейминов. Унифицированная родовспомогательная кровать 1 модифицированная. Город Алматы. К этой цели я иду уже 12 лет. Впервые в 2000 году, когда я увидел те модели родовспомогательных кроватей, которые существовали у нас в родильном доме, сразу появилась мысль изменить этот старый имидж и сделать более совершенственные модели акушерских кроватей, которые бы помогали нашим женщинам проводить роды так, как им удобно и с полной физиологической особенностью. Уже на данном этапе вам необходимо прочитать и продумать, как вы будете добиваться своей инновационной цели. Вам необходимо продумать, как вы будете использовать уже имеющиеся у вас ресурсы, инструменты, технологии. Мир бизнеса, он как поле для гольфа. Вы можете не видеть свою конечную цель, она может быть скрыта за холмом, за речкой, за каким-нибудь ограждением. И так как это очень высокий интеллектуальный спорт, необходимо просчитывать каждый шаг. Бить точную лунку. Но до того, как дойти до конечной цели, вам придется сделать очень много работы. И я думаю, ваша подготовка к презентации к нашему проекту это и есть та благодарительная работа, которую осуществляет каждый игрок-шагальтист. Согласен, Тимур. Для реализации моего проекта необходима государственная дотация либо инвестиции из частных организаций. В данном случае она имеет изображение и позволяет принимать труды в разных положениях по желанию. Из физиологических особенностей, что человеческий организм должен принимать труды в вертикальном положении, значит, у меня была идея с 2000 года и сделать кровать в 2005 году, получил патент по этой кровати. Но когда увидел, что есть интернет, есть зарубежные аналоги, значит, я начал придумывать кровать, чтобы она соответствовала международным стандартам. Я бы вам посоветовал бы начинать вот с такого, что 70% кровати в Казахстане с 2017 года изобретения используются. Вот с этого, если начали бы, гораздо интереснее. Это у вас должна быть рентабельность заложена. И поэтому, даже если вы свою рентабельность не закладываете, значит, вы должны рентабельность вот этого производства закладывать. То есть, прибыльность проекта имеется в виду. То есть, вы должны в маржу закладывать какую-то. Помимо верных чисел и сильных аргументов, важна уверенность в исключительности своего проекта. Причем, этой уверенности должно хватить и на экспертов жюри, и на инвесторов, и на партнеров. Прежде всего, вы должны быть уверены в своем проекте. И малейшее сомнение в глазах, и жюри это почувствуют. Конечно же, отличительными особенностями моей кровати являются это дополнительные кроватки для новорожденных и сидения для акушерки или врача-аккушерок-гинеколога. В целом, эта кровать родоспомогательная, предназначена для всех участников родового процесса, что нет ни в одной кровати зарубежных технологий. Быстрый бег жизни поражает воображение своей бешеной скорости. Акмарал Найзабекова, управляющий практики лидерства и корпоративного управления Human Capital Lead, консультант и тренер в области корпоративного управления и управления персоналом. Как сказал Рупер Мэдек, мир меняется слишком быстро. Сейчас уже не крупные съедают мелкого, а быстрые опережают медленного. Расскажите, пожалуйста, про свой проект. Мой проект представляет собой это переработка битого стекла. Шулпан Елеусизова. Производство стеклокерамических изделий из цветного стекла. Город Павлодар. Готовить изделия архитектурно-строительные и быту, которые применяются. Это декоративные кирпичи, архитектурные кирпичи, стеклянные черепицы, потом витражи межкомнатные, перегородки. В чем идея концептуальна у вас? И почему он экономически выгоден? Мой бизнес-проект такой, самый главный, очень актуальный и безвредный, безотходный. И это очень, очень низко стоящий материал. Стекло, жалоб. Вы бизнесмен, значит управленец. А самая главная чертой бизнесмена и управленца является самообладание. Мы точно должны справляться со своими эмоциями, особенно негативными, такими как ярость, гнев, ненависть. Почему? Потому что мы должны со своими партнерами всегда быть в деловых отношениях, доставлять удовольствие и счастье нашим клиентам, нашим партнерам, нашим инвесторам. Поэтому я вам очень сильно рекомендую избавляться от стрессовых ситуаций с помощью спорта. Думаю, мне тоже нужно принять это к сведению. Ведь если родные люди привыкли любить нас такими, какие мы есть, терпят и прощают нам наши слабые стороны, то бизнес-партнеры или просто коллеги по телевидению вряд ли простят нам потери самообладания в ответственный момент. Я с вами полностью согласна. Я знаю, что это легкая атлетика, королева спорта. Это всем полезно. И я никогда не отлучусь себя от спорта и буду параллельно проектом заниматься и учебой своей, и бегать буду. Каждый успешный предприниматель должен ставить перед собой цель и стремиться к вершине, невзирая ни на какие препятствия. Инноватор, как альпинист, он должен все время стремиться к вершине и только достижение этой вершины позволит ему добиться грандиозной прибыли, того успеха в бизнесе, к которому он стремится. Андрей Гордеев, управляющий партнер, генеральный директор консалтинговой компании «Кортекс», бизнес-тренер, автор и ведущий обучающих программ и тренингов по маркетингу, коммуникациям и развитию управленческих компетенций. Считает, что вся наша жизнь одно великое восхождение на гору. В чем суть вашего проекта инновационного? Есть ли там стремление достижения к успеху? У меня амбициозные планы, потому что я на рынке единственный и для реализации промышленности имею хорошие шансы. Новизна проекта заключается, что впервые в Казахстане предлагаю новую технологию и установки электролитно-плазменного упрочнения режущих инструментов. Ержан Сапатаев Инновационная технология упрочнения изнашиваемых поверхностей режущего инструмента Город Усть-Каменогорск Любые инновационные проекты начинаются с огромных расходов энергии, ресурсов. Они требуют вкладывания ваших сил и прибыли приходится ждать очень долго. Да, я от своего проекта жду очень большого, потому что ради реализации своего проекта я шел к этой дороге, участвую в этом конкурсе и прошел первый отборочный тур и в финале я хочу отразить все свои преимущества. Вы пишете, что общие затраты будут на 7,5 миллионов. И вот тут перечисляются какие-то определенные статьи, в частности, оборудование. Почему мы спрашиваем, что именно там, что за оборудование, мы хотим понять, с какой целью вам оборудование нужно, для того, чтобы закончить технологию? Испытать, скажем так, первичные вот эти промышленные, да, вы оборудование испытательные. Испытать нужны дополнительные оборудования. А, то есть вот это будет это то оборудование, которое позволит вам дальше провести опыты и, соответственно, закончить вашу... И закончить. А, все понятно. Надо очень четко изучить, как рынок на это отреагирует. Поэтому в своей презентации, когда вы будете презентовать свой продукт, покажите его экономическую значимость. Мы вам рекомендуем ограничиться там, пяти семи слайдами. Вот. Желательно, чтобы слайды отражали именно всю новизну этого проекта. Тут какие-то основные факты, которые помогли бы показать, что именно ваш проект достоин того, чтобы выиграть, да, этот фонд. У вас пока есть только инновационный патент. Но надо посмотреть, как отразится ситуация в экономике, как вы с этим отработаете. Поэтому в ходе презентации покажите всю инновационность продукта и перспективу развития для нашего рынка. Помните, инноватор, как альпинист, он не имеет права на ошибку. И наше сегодняшнее с вами занятие это показало. Желаю вам успеха в вашем проекту. Мадьяр Тултабаев, директор по корпоративным продажам компании ТО «Картел» в Астане. Тьютер, преподаватель-консультант совместной программы MBA Международной академии бизнеса и The Open University Business School. Его жизненным кредо стали слова Авраама Линкольна «Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад». Наверняка бизнес-тренер Мадьяр не случайно привел своего подопечного в Назарбаев университет. Ведь этот вуз призван стать локомотивом развития казахстанской науки. Какая же красота и аура большой науки. Да вы романтик? Это очень хорошее качество. Любой инноватор должен быть души романтиком и заряженным энергией для того, чтобы сделать мир лучше. Вообще на базе Назарбаев университета создан инновационный кластер и собраны лучшие ученые и лучшие студенты со всего Казахстана. Нам бы такую лабораторию. Малик Тулитбаев. Организация производства ферросилико-алюминия из угля Сарадырского месторождения. Город Астана. Основной проект у нас это организация производства ферросилико-алюминия из угля Сарадырского угольного месторождения. У вас будет всего 5 минут на выступление и это время вам нужно распределить таким образом, чтобы успеть рассказать самое основное, самое главное о вашем проекте. Конечно, времени не так много, а информации у вас в голове, я вижу, очень много. Но нужно собрать из нее самое главное, построить выступление таким образом, что краткое вступление, для чего этот проект нужен, к чему он приводит, каковы действительно практические результаты внедрения вашего продукта. После чего уже нужны ну не слишком много цифр основных. Насколько стабильные заводы нуждаются в вашем продукте? Традиционно в металлургической отрасли применяется щеросилицией и металлической алюминиевой поддельности. При использовании феросилиции и алюминиевой поддельности процессы плавки происходят очень большие потери алюминия. А при использовании нашей феросилиции, видите, значит, этот комплексный сплав такой, значит, это самое, сразу погружается в объем этой стали и полезное содержимое, то есть кремния, алюминий полностью высылается в сталь. Обязательно, я думаю, Малик Мажинович, показать объем рынка. Вы сейчас говорите, сейчас 3 тысячи. Тоже производится, а в реальности нужно 200 тысяч тонн. Если будете ссылаться на официальные данные, покажете объем рынка, это тоже будет полезно. Очень важный элемент, как мы с вами уже обсудили, вопрос кадрового обеспечения, да, кто этот проект будет продвигать. И, знаете, я думаю, вам нужно будет очень детально проработать вот финансовую часть, нужно детально так на презентацию применять общую картину, да, какие месяцы вы ожидаете сделать, в течение какого периода, значит, будет строительство завода осуществляться, когда вообще ожидается запуск. Действительно, безотходное производство, использующее залу, которая сейчас хранится на отвалах и приносит экологический ущерб Казахстану, да, многим регионам, вы ее используете как сырье для производства материала, это действительно очень инновационный проект. Все-таки умение правильно позиционировать себя, свою идею, составляет более половины успеха, говорит бизнес-тренер МДИАР. Могу ли я на презентации показать образец нашего продукта? Это будет очень большой плюс. Желаю вам удачи, огромное вам спасибо за то, что вы есть, за то, что такие интересные инновации вы предлагаете для экономики Казахстана. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Гульмира, я ваш бизнес-тренер. Гульмира Муканова, тренер-консультант компании Human Capital Lead, специалист по менеджменту и управлению персоналом. Считает, что человек не должен стремиться завоевать мир, а должен стремиться дать миру все, что в его силах. Вы знаете, инноваторами могут стать далеко не все. Без определенного мировоззрения черт характера принципиально невозможно заниматься такой деятельностью. Что же это за человек, который может не только придумать, но и воплотить в жизнь свою идею? Прежде всего, инноватор должен обладать бесстрашием, смелостью и уверенностью в состоятельности своего проекта. Вот посмотрите вокруг. Трудно представить, что каких-то 14 лет назад всего этого не было. Это был всего лишь проект на бумаге. Было много скептиков, мало кто верил в осуществимость этой мечты. Да, это самая молодая столица мира. Знакомьтесь, инноватор Асаумудин Абдекаликов. Направление его деятельности создание и производство устройства для получения сжатого воздуха и его практического применения. Вложить в свою идею не только инновационную ценность, но и коммерческую привлекательность. Задача каждого участника проекта сделать точные расчеты, выстроить логику и последовательность, найти обоснование каждому пункту, Асаумудину помогут финансовые консультанты мирового агентства «Деори». Если вы нам расскажете, в чем-то отличается инновационная составляющая вашей идеи, почему вы считаете, что она интересная, она найдет своего потребителя, и наверняка мы вам попытаемся помочь, помочь составить бизнес-план или презентовать вашу идею. У меня есть проект солнечный, цифровый, вся просто сходить. Я относился к белой и к другим. При помощи установки мы получаем сжатый воздух, а там сжатый воздух используем на других. Например, я отменяю это помещение. Вас обязательно спросят, есть ли похожие изобретения уже в мире, аналоги. Первый этап, на который вам понадобится, нужно рассчитать первоначальные инвестиции, чтобы понять, действительно ли ваше изобретение работает. Руководство по составлению бизнес-плана. Здесь написано, как этот документ готовить, что нужно сделать, с каких разделов состоит, что нужно сделать, а что не надо делать, что не нужно показывать в бизнес-плане. Мы вам его передаем. В принципе, у меня был составлен бизнес-план. Но они профессиональные, они меня подкорректировали хорошо. Пока это звучит нереально, но инноватор уверен, что сумеет обогатить всю республику альтернативным источником энергии. Например, Стив Джобс, он был обычным IT-специалистом в обычной американской школе. Но он очень творчески подходил к своему делу и всегда знал, что у него обязательно будет ждать удачи. Поэтому я вам хочу пожелать только удачи. Да, я верю в свою удачу. Спасибо за рекомендации. Не стоит забывать, что покорить нужно не только вершину, но и представителей экспертной комиссии. В ближайшем будущем мы узнаем, у кого это получилось наиболее достойно. Для этого смотрите все выпуски проекта «Инновационный форсаж». Ну а наш тренинг пока еще не закончен. Теперь участники должны доказать бизнес-ангелу жизнедеятельность и перспективность своих проектов. Каждому конкурсанту дается ровно по пять минут для защиты своей идеи. Либо они произведут хорошее впечатление и заработают бонус, либо, увы... Инновационная идея это товар, который должен продаваться. И в этом должны быть заинтересованы оба участника процесса и инвестор, и инноватор. Инвесторы готовы вкладывать средства в продвижение инновационных продуктов и технологий. Бизнес-ангел обращает внимание на основные критерии отбора проектов. Инноватор должен четко понимать, что его гениальная идея будет работать только в том случае, если удастся ее грамотно коммерциализировать, то есть продать. Смысл моего изобретения это акушерская кровать для родов. Ее рентабельность заключается в том, что на сегодняшний день порядка 70-80 акушерских кроватей в Казахстане необходимо заменить. Рождаемость населения растет с каждым годом. Также необходимым является и то, что кровать способна применяется у женщин с ограниченными возможностями. Если при выпуске в Казахстане она будет дешевле, то есть, одним словом, бюджет Казахстана на акушерских кроватях будет экономить 30-40%. Мы в своем выступлении сказали, что ваши гинекологические кресла будут на 30% дешевле, чем аналогичные, которые произведены за рубежом. в погоне за ценой гинекологических кресла. Не пострадает ли качество? Качество, я думаю, никак не отразится. Металл, Казахстан металлом богат, выбор металла у нас есть, цены домоприемлемы. Очень замечательно сегодняшняя встреча с бизнес-ангелом. Видно, человек, знающий свое дело, экономист, который мог мне сегодня подсказать направление, поправил меня в некоторых ценовых политиках. Ну, в принципе, я думаю, что этот проект слишком, как бы, дороговастенько получается. Тлеубек Омерзаков, представитель нового поколения деловых людей Казахстана. Человек, который не понаслышке знает, как на идее сколотить капитал. Владелец холдинга О. Азамат и ряда аналогичных бизнес-структур страны. То есть, я не знаю, из каких расчетов исходили, что вот это все инновационное новшество будет стоить 7,5 миллионов. Данный проект представляет собой производство продукции путем переработки боя стекла. Ассортимент продукции стекла и керамики очень широк. Это не только посуда, сувениры, продукции, это предметы интерьера, это стекла, все можно делать. Вот кирпичи, допустим, архитектурные кирпичи, я их могу сквозные делать, несколько митильные, и свет пропускать. И еще очень много больших денег можно зарабатывать вот таких из бутылок делать черепицы. Из них можно чуть-чуть полукругом и купола, и мечети оформлять, и на мазарах купола, любого цвета. Это из отхода, вот это, допустим, это мой самый профессиональный мое направление, это горячий витраж готовить. Даже, видите, даже песок и то варится остатки. Вообще абсолютно безотходных производств. Это синяя бутылка, а вот эти я сама крашу, таких в казахстане цветов не найти. Остальные вот эти зеленые бутылки. Потом у моей инновации, которую сама придумала, это я единственным автором являюсь, керамику внутри стеклом варю. И в будущем у меня мечта сделать казахский торсок и не только как сувенир, они применялись в быту, чтобы вот это очень такой сложной технологии, но можно поставить на поток внутри стекло. Это обыкновенное оконное стекло. Я бы хотел знать стоимость этого проекта. Где это оборудование можно купить? Оборудование в Турции. Есть уже оборудование. Одно около 30 тысяч долларов стоит. Я, например, считаю, что, наверное, в каждом большом городе такие мини-заводы должны быть по производству. Во-первых, это занятость населения, дополнительно получается рабочие места. Ну и самое главное, я думаю, что здесь решение тех проблем, то есть загрязнение получается меньше. То есть мы получаем из как бы уже использованного стекла получаем дополнительно продукцию. Продукцию уже экономит ресурсы. Экономит ресурсы. Ой, мне очень понравилось, как принял и ему понравился мой проект. Он был в восторге, я думаю, меня финансирует. Мне очень повезло. Очень интересный проект. В принципе, было много такого интересного, которое я, честно говоря, даже в жизни не слышал, что можно из битого стекла такие вещи делать. Я очень рада, что такой конкурс попало. Я думаю, действительно, мои труды замечены. в нашей тяжелой промышленности, в частности, в машиносоверительной отрасли, существует, что рыжущие инструменты при изготовлении, при разработке имеются некоторые проблемы. Это проблемы с технологией упрощения, это энергозатратная технология, которая применяется традиционной технологией, а также дорогизна этих оборудований, которые обрабатывают различные инструменты, а также продолжительность процесса обработки, что длится несколькими часами. Для решения этой проблемы мы предлагаем применить технологию электролитную плазминного обработки. Что даст эта технология? Эта технология даст нам энергосбережение, а также дешевое оборудование, на котором строится весь автоматизация и не надо, как у традиционных технологий, больших печей, а также больших вакуумных технологий, а также снижение временных затрат. За короткое время можно достичь таких же результатов, как и аналогичные, что может сократить время обработки этих процессов. Хотел бы узнать, на практике вы уже применяли? Данная технология была опробирована и практика, так как у нас имеется лабораторная установка, опытная лаборатория, где мы на опытных образцах этих рыжих инструментах испробовали и получили такой эффект, что альтернативные технологии получаются десятками часами, а мы за короткое время при присутствии энергосбережения получили хорошие результаты. Впрочем, понравился, обсуждался. От таких технологий будет большой экономический эффект. Это не только можно использовать на наших отечественных инструментах, но с такими новыми технологиями можно выходить на зарубежный рынок. Наша компания занимается разработкой и добычей угля на Сарадырском месторождении. Уникальность нашего угля заключается в том, что в зольной части угольных отходов высокозольных углей содержится до 37% оксида алюминия. С целью извлечения вот этих полезных свойств из этого угля мы разработали проект организации производства ферросилик алюминия из угля. Вообще обычно в металлургии для производства стали используют ферросилиций и добавляют туда чистые металлические алюминия. Мы предлагаем нашу продукцию потому, что и железо, и алюминия, и кремния содержатся в одном. При использовании традиционного ферросилиции и алюминия происходят очень большие потери. а значит наша продукция здесь значит это самое кремний железо алюминия составляет такой комплексный твердый сплав и куски этого сплава погружаются по объему стали и до 90% полезные это самое полезные здесь компоненты усваиваются стали. Тоник проекта 26 миллионов сроков окупаемости 17 месяцев в принципе показатели очень хорошие я считаю что это высокоэффективное производство но на своем выступлении вы сказали что потребность Казахстана где-то 100 тысяч тонн в год согласно вашего проекта вы будете производить 44 всего лишь не покрываем то есть вы не покрываете потребности нашего внутреннего рынка то есть на 50% то есть может быть как бы нужно выйти к таким показателям цифрам чтобы покрывать хотя бы внутренние потребности на первых порах мы сейчас хотим запустить производство запустить производство и получать ежегодно значит это сам выпускать 44 тысячи тонн в дальнейшем через пару через 2-3 года когда полностью окупится завод когда у нас уже появятся финансовые средства мы поставим еще 4 тысячи как вы спели как вам понравилось вроде неплохо я думаю презентация прошла действительно у нас в Казахстане насколько я понял из-за выступления ферросплава алюминия не хватает только для внутреннего рынка нужно 100 тысяч например потребность Китая ферросплава составляет больше 2,5 миллионов тонн то есть нужно более детально изучить все-таки стоимость немалая 26 миллионов требуется из них 24 заемных средств требует то есть сумма приличная заман талавына сайкез мен сіздерге аваны селфонды сылға арналған күрлгіні ұсынып отырмын жобанын мақсаты күн сөгерсе немесе қоршыған ортанын температурасы арқылы сылған авалу және сол сылған аванын энергасын басқа энергияға айналдыру жатады жобанын қолдану салылары бірінші электроэнергасын өндіру екінші бөлмені жылыту үшінші бөлмені салқында ту және ылғалдандыру төртінші сүйіпті белгілі бір бектіке көтеру және тасымалдау жылы жайларды көшет жайларды жылыту және бесі шыбылады алтыншысы ауылшарашылық өнімтерін кептіру және сақтау жетіншісі бөлмелерді желдету бұл кондорғының конструкциясы мысалы мүлдерді көшетілген үйдегі мұзатышқа құсасып келеді әрбір мүліңдеге және миллиондаған адамдарға керек егенде керекен жатады соныттан ең ойайын экономикалық эффектісі өте жағарғы бағасын мен есіптедім жаңағы ұшызым кенге болады есіптедім насколька безопасны для человека жатты воздух ешқандай ортаға зиян жоқ адам ба жоқпас себебі мұнау қала мүлкен жүрштүрі осы бөлмелердегі ауаны жаңағы сөрі болады осы бөлмелердегі ауаны не сұрп қалғаны шерез сұрғы шарқылы өттүзгеді жүртіп осы бөлмелердегі ауаны қайтадан жаңағы бөлдегі жібереді тұр пәлтелердің үшімістіна ұқсасып үйлгереді мұнау ауаны ұлғабыландыру аға қалай қорғаныңыз ұтүзі әлкедованың қалғаны Қыз үз үзі зі роздай, аұа жағы Қарғаны удалось коммерциализировать свою идею думаю бизнес ангел заинтересовался некоторыми проектами но об этом говорить еще рано но в одном можно быть точно уверенными что дальше пойдут самые яркие самые креативные и инвестиционно привлекательные идеи поэтому каждому из конкурсантов мы желаем удачи и хотим искренне поблагодарить за то что они есть ведь их не так много это была вторая серия самого уникального и прогрессивного телевизионного шоу страны инновационный форсаж а мы напоминаем что организатором конкурса является национальное агентство по технологическому развитию при поддержке министерства индустрии и новых технологий и народно-демократической партии нур-а-тан официальный спонсор проекта сад компани на спонсор телепрограммы сбербанк россии до встречи через неделю увидимся в эфире агентство хабар в 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 Субтитры создавал DimaTorzok